Микс Ньюс Давайте напишем историю вместе Прекрасная юность Поиски правды Вспывшиеся надежды И данные обещания Флэшмобы в Фейсбуке И случаи из нашей жизни В студии Радио Болтком По пятницам в три часа В программе Очевидец Здравствуйте, добрый день, уважаемые слушатели Это программа Очевидец И с вами Олег Пех и Людмила Прибыльская Добрый день Мы продолжаем серию программ Очевидец И идея вот этих действительно программ Делать историю вместе Приводить в нашу студию людей Которые были свидетелями Ярких, интересных событий нашей страны И я надеюсь, что эта традиция Будет поддержана вами Потому что в наших планах Мы хотим вспомнить И как люди ездили на картошку И как отмечали Новый год И вообще что было Какие-то интересные приметы времени И здесь можно будет отправлять ваши фотографии Может быть из семейных альбомов Обо всем об этом К этому мы еще придем А что касается темы Сегодняшней программы То, внимание Мы на край земли придем Мы заложим новый дом И табличку прибьем на сосне Как Латвия построила целый город в Сибири И какое отношение к этому имеет мэр Москвы Собянин Узнаем в программе Очевидец в пятницу в 15.00 Наши гости Начальник легендарной ПМК-177 Роман Сголич И писатель Петр Антропов Добрый день, уважаемые радиослушатели Вот они, наши гости Роман Иванович Сголич И Петр Иванович Антропов А познакомились они При удивительных обстоятельствах Что это были за обстоятельства, Петр Иванович? Расскажите Дело в том, что, как вы помните Я занимался строительством Строительными вопросами Была такая газета Советская Латвия Я перед этим как раз Неоднократно побывал на БАМе Даже написал книгу И был самым молодым заведующим отделом 33 года вы стали заведующим Да, но это доставляло мне массу хлопот Потому что завистников всегда хватает Так вот, значит, у нас очень был Симпатичный главный редактор Николай Петрович Салеев Я до сих пор вспоминаю Я думаю, и Людмила Борисовна Она тоже знает Я довелась работать с ним И он говорит Послушай, ну раз вот Тут затевается новое дело Дали задание Латвии, Эстонии, Литве В Москве, Ленинграду Построить такой город Когалын Там база для нефтяников И я думаю, что тебе тоже туда стоит съездить Тем более, что это ближе, чем на БАМ Ну вот, и я стал интересоваться А это задание в Латвии Поручили выполнять Рижскому домостроительному Министерству строительства Ну, министерству строительства А оно в свою очередь Да, оно в свою очередь Рижскому древскому Круппанельному домостроению Какой это был год, Петр Иванович? Это был 1980-й А я поехал, мне кажется, в 1981-м Когда они уже там немножко обжились И вот здесь, кстати, такая фотография Да, можно показать на камеру Вот, здесь мы на станции Станция Станция Да Значит, и вот как раз мы там То есть вы такие величные в этих костюмах, в гастуках Ну, так это мы еще на вокзале То есть на станции Первый домостроительный комбинат Да Дело в том, что те, которые составы первые отправлялись Там все было Там и бочка, видите, с квасом Там, прошу прощения, и спортивные принадлежности И железобетонные конструкции Все в такой перемешку Потому что все, что надо было в этом Когалыме Все отправляли отсюда поездом То есть железнодорожные составы отправлялись на станцию Когалым Или на какую станцию? На Когалым Уже была железная дорога проложена Да, конечно Ну, правда, вы же знаете Сейчас, да и тогда Получалось, что Один вагон ушел туда Другой туда Конструкции нет, они сидят Все там злятся и так далее А связь... То есть это не был целый состав А по вагонной отправке Нет, были и целые составы, и по вагонной Поскольку, более того, ряд грузов, которых срочных, отправляли даже самолетом Вот, так что... Тоже из Латвии Да, естественно То есть был такой порядок, что все комплектует и делает Латвия А ей за это платят из союзного бюджета За эти работы и так далее и тому подобное А почему такая... Ну, все-таки, ведь где Кагалым, где Лига То есть вот... Не проще ли было сэкономить на расстояниях? Дело в том, что, во-первых, в Латвии Квалифицированная рабочая сила Есть мощности по железобетону, по конструкциям И не только в Латвии И во всех республиках Прибалтики В Москве и в этом, как ее зовут? Ну, Ленинграде Вот А там вместе, ну что, в Сургуте Там Сургут еще был в такой недоразвитом состоянии Откуда все это возьмешь? А поскольку надо было создавать срочно базу То есть нефть разведана Уже буровики работают А им же надо где-то жить и так далее и тому подобное Вот и дали задание То есть, таким образом, вот в советское время реализовывались Как бы сейчас бы мы назвали, это крупные инфраструктурные проекты Да, конечно То есть, это была, ну, задача государственного значения Добыча нефти Понятно, что все республики Советского Союза В этом, ну, получали свою долю То есть, они получали топливо и так далее, и так далее Но и для того, чтобы это развивать Они все участвовали, ну, не бесплатно Показания помощи в строительстве Да, а просто своими ресурсами участвовали Да, и не только эти Один дотошный журналист посчитал Что вот за, там, за 20 лет приблизительно Через стройки Сибири прошло 15 миллионов человек То есть, они там участвовали и так далее А из них там осталось только полтора миллиона Но они остались, там живут и работают И вот, что насчет этого Ну, то есть, это со всего Союза 15 миллионов человек Участвовали в этих проектах? Совершенно верно, да А из них, вот, Роман Иванович, сколько Латвия примерно туда делегировала людей? То есть, как вы туда попали? Как вам было сделано это предложение? Почему вы согласились? Это же далеко от дома и так далее Вот что мотивировало тогда людей Поехать в такую даль Будем так говорить, суровые северные условия жизни Это минус 42-45 зимой И 51 И 51 было, да? Я просто сама родом из Ханты-Мансийска, поэтому я знаю Очень хорошо У нас минус 50 не было Ну вот, и летом это гнус, комары Это непроходимая тайга Это болото кругом То есть, условия не сахар Кстати, коголым переводится с этого хантыского топ или болото Ну, как у нас в Пурс-Цемс, например Сейчас мы немножко отвлечемся Роман Иванович через секунду расскажет А я бы хотела обратиться к радиослужителям с таким вопросом Мы вот хотим провести конкурс У нас есть замечательная книга «Личное правило», которую выпустил радиостанция «Полтком» По мотивам интервью с замечательными гостями, которые прошли через эту студию Вот, и мы хотим ее предложить как подарок человеку, радиослушателю, который правильно ответит на вопрос Что общего между нефтяной компанией «Лукойл» и «Латвия»? Вот и «Латвией» конкретный такой момент Даже, можно сказать, в названии «Лукойл» Ну вот, подсказки пошли Ну хорошо, ладно Мы уже все почти сказали Так что звоните, отвечайте на вопрос Кто первый правильно ответит Или присылайте на номер 2-3-0-6-1-9-1 Тоже можно присылать ваши смски, если хотите, а можно И пытаться дозвониться Здравствуйте Алло? Да, алло Сделайте чуть-чуть потише Прямой эфир, пожалуйста Да Да, я как раз из тех мест, из Когалыма, да? Так И я как раз поехал первым эшелоном, значит, в Когалым строить, от ПМК-177, да? Может, вы представитесь тогда? Как вас зовут? Павел Владислав Павел Владислав Бардо добже Добже, добже, да Я хочу все сказать, что первый начальник был Устиненко, да? Во-первых, Низголич Роман Иванович Роман Иванович был главным инженером вначале И приехал, когда мы ему построили Это я расскажу сам, позже Хорошо, да Да, 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 Роман Иванович, да Ну, что я хочу сказать Там про бочку С пивом или с квасом С квасом? Была вода, во-первых Нет, она была А надпись «квас» Ну, квас – это для вас Квас был для вас, а для нас вода была, да? Далее, в Сургуте работали тоже домостроительные комбинаты Болгары Строили тоже дома неплохие Просто это задание было Правительство партии И так далее, да? То есть на Латвию пришли, значит, разнарядки Помогать строить, скажем, город, да? Да, да Да Далее, что я хотел еще сказать Ну, в принципе, вот то, что там писатель Андропор Не знаю, как его забыл имя Петр Иванович Да, Петр Иванович, да Он приезжал, и Роман Иванович Возил его на, я помню, на Ниве, да? Там с его виденья, скажем, и в его понимании Как бы, ну, писалась вот эта брошюра Маленькая узенькая книжечка, наверное, насколько Да, вот она здесь у нас Мы вот сейчас на камеру ее покажем Ну, там, во-первых Они строители, называется Да, он не всех, значит... Назвал Назвал, которые были первым эшелоном Приехали и так далее, и так далее Я, по сути дела, там пять лет отработал где-то, да? И, ну, как бы так Воспоминания, конечно, молодости Павел Владислав, давайте мы за эфиром, может быть, обменяемся с вами Какими-то координатами, да? Чтобы, может быть, вы тоже пришли В какой-то из наших эфиров Поделились своими воспоминаниями Может быть, показали фотографии и так далее Я думаю, что эта тема большая Это гиблое место переводится И Роман Иванович, и Петр Иванович тоже не знают об этом, да? Да, они уже это сказали Хорошо, Павел Владислав, спасибо вам большое за ваш комментарий Потому что мы должны еще послушать наших гостей Мы можем сказать про Вагиза Викперова, да? То есть мы хорошо его знаем И Лукоэл связан с этим, да? А конкретно, вот что связывает Латвию и Лукоэл? Можете ответить? Бизнес, бизнес, бизнес Хорошо, поняла Почему-то Романа Ивановича туда не взяли Хорошо, спасибо Ну, на самом деле Роман Иванович Я могу добавить к этому, что связывает Ну, подождите, Петр Иванович Мы же радиослушателям задали вопрос Вы хотите все вопросы сами ответить Так, Роман Иванович, расскажите, как вы попали в этот проект? Что вас мотивировало? Ну, может быть, какие-то первые впечатления ваши? Ну, я начну, наверное, чуть сначала В связи с чем это возникло все, да? Значит, в Советском Союзе действительно возникла ситуация Когда не хватало уже нефти Самотлор был, так сказать, полным ходом осваивался Это крупнейшее нефтеверное месторождение Западной Сибири И разведка нашла достаточно большие залежи в Когалыме И в окрестностях Когалыма, притом в далеких окрестностях, да? Ну, и для того, чтобы создать условия для добычи нефти Значит, надо было создать условия для жилья Для людей Жилье Детские садики, школы, дороги Связано, да Все, что с этим связано И вот 20 марта ЦК КПСС 20 марта какого года? 20 марта 80-го года ЦК КПСС и Совет Министров Издали постановление о том, чтобы привлечь Для оказания помощи в строительстве Именно жилья, объектов соцкультбыта и так далее Значит, привлечь многие республики Союза Ну, нас коснулось это Прибалтов Это Литва, Латвия, Эстония Значит, и затем там и Азербайджан был Как уже упомянуто, Болгария даже была Да, Болгария Там много разных других республик было, да? Ну, и значит, мы с Латвией попали таким образом Что в развитии вот этого постановления ЦК От 20 марта 80-го года Тут же издали постановление ЦК и Совета Министров Латвии Да, для оказания помощи в строительстве Значит, поручили это Министерству строительства Министерство строительства, в свою очередь Приняло решение поручить это Рижскому Тресту Круппанельного домостроения Вот таким образом, в общем, все и завертелось Роман Анатольевич, вот я вас перебью и спрошу Ну, как мы уже упомянули Грунты в Западной Сибири достаточно нестабильные Болото, так сказать, твердое основание найти трудно Вот как решался технический вопрос о том Какие здания строить и как их строить То есть, чтобы они, ну, бетонные здания, тяжелые Сколько этажей, как вот это прорабатывалось С технической точки зрения Да, значит, для того, чтобы построить действительно жилье там А дома там были такие наши, из Латвии девятиэтажные Многосекционные Литовцы и эстонцы строили пятиэтажные дома Значит, и для этого надо было делать основание И основание, конечно, из сваи То есть, сваи забивал там генподрядчик Генподрядчик от Коголым нефтегаза Значит, и все вот наши объекты стоят на сваях Полностью, да Значит, и мы не могли приступить до тех пор, пока нет Не забиты сваи и нет ростверка Ростверк это, скажите же, для обывателей Это плита или просто по связывающей Связывающей ленточные фундаменты Свай, да, по сваям Делали ростверк такой, да Так вот, значит, я тогда вернусь дальше К тому, что трест, рижский трест крупнопанельного домостроения Значит, выполняли... Свои стандартные конструкции? Нет Нет? Или специальная какая-то была разработана конструкция? Нет, выполняя это решение Они начали создавать организацию Организацию, которую вначале предполагалось называть Стратно-монтажный поезд Потом в итоге, значит, назвали все-таки ПМК-177 Потому что когда-то я работал в Рижском тресте В Рижском тресте ЛАД спецстрой И при мне вот ПМК-177 родилось там Там было Рижское спецзональное управление И потом с далекой России, Сибири, Камень на Аби Вот это ПМК было Минстроем Союза Было передано Латвии И я тогда и стал им вот здесь, в Латвии Первым начальником вот этого строительно-монтажного Передвижной механизированной колонны Мы, наверное, сейчас буквально сделаем небольшую паузу Просто во время регламы После чего продолжим И люди, которые вот дозваниваются Мы просим вас перезвонить уже после Через пару минут буквально Продолжается программа «Очевидец» Людмила Прибельская И у нас в студии Роман Сголич и Петр Антропов И вот звонки не прекращаются Здравствуйте, пожалуйста Вот вы хотели вопрос задать Еще, пожалуйста, да Вот Антропову, писателю, да Он в своей книженке не упомянул Что у нас вообще в Советском Союзе Когда мы приехали на строительство города Коголым Была первая забастовка в Советском Союзе Не вышли на работу, да И благодаря тому, что, по-моему, Роман Иванович Срезал, обрезал зарплаты всем Это тоже надо было в книжке упомянуть Обязательно, конечно, да Конечно Первая забастовка и срезали зарплаты Смотрите Роман Иванович, предъявы пошли За что вы срезали зарплаты? Я думаю, что вы опережаете несколько событий Разговор впереди, я его только начал Так что не волнуйтесь Про забастовку разговариваю Стоит послушать вначале А потом уж задавать вопросы такого толка Хорошо, Роман Иванович Значит, приехали вы туда Какое было количество людей? То есть, с чего вы начали? Простите, я перебью вас До того, пока мы приехали Мы приблизительно месяцев 4 Месяца 4 готовились к тому, чтобы туда приехать Это была задействована масса министерств внутри Латвии Масса ведомств всяких разных Которые должны были участвовать в подготовке этого строительства Ну и в данном случае перехожу к тому, чтобы строить А что строить? Речь пошла о том, что надо строить 602 серию Но только в северном исполнении Потому что это должны быть более утепленные дома И трест Лат-Гипра-Горстрой Лат-Гипра-Горстрой Это проектный институт Да, простите, трест Проектный институт Лат-Гипра-Горстрой Если мне память не изменяет И там Гипп Хаскинт занимался как раз вот этими всеми вопросами И то есть проектный институт переработал конструкции 602 серии Которая строилась массово в Риге Он переработал, проектный институт переработал для строительства в Когалыме То есть туда были заложены вовнутрь какие-то утеплители Из пенополистирола Значит, и вот таким образом все это Параллельно с этим То есть за 4 месяца это было сделано? Нет Это было не за 4 месяца Подготовленное, понимаю Это надо было делать к тому времени Когда уже будут забиты сваи Понимаете? И к этому времени надо было изготовить эти конструкции Для того, чтобы их сразу пустить в дело А до этого была масса вопросов Которые, допустим, если говорить о железобетоне То надо было разработать конструкции Для того, чтобы можно было эти панели перевозить из Риги Перевозить в Когалым Это очень серьезная работа Это надо было также продумать все вопросы А как их вообще можно было перевезти? Это же вагоны Вот так мелочки такие делали в вагоне Значит, и крепили, это металлоконструкции Крепили их И так каждый вагон насыщали этими конструкциями И отправляли туда Кроме того, надо было разработать схемы крепления Механизмов Машин И так далее И тому подобное Чтобы они не сломались по дороге Параллельно с этим надо было также решить вопросы быта людей Вопросы быта людей И вот как Петр Иванович сказал Что там все вот От чего То я бы так сказал, что от гвоздя до самого конца все отправлялось Ну вот спортивное оборудование меня поразило Это что ли Было Думали о том, что люди должны как-то досуг свой организовывать Ну не только А там даже клуб был Я вам скажу, что туда отправляли даже камни для бани Построили баню И камни везли из Латвии Из Латвии Замечательно А что касается Ну вы знаете, Роман Иванович Вот опять вас перебью Я вот Буквально вчера Здесь в этой студии Вела программу про Рейл Балтика И мне кажется, что этот проект у нас уже обсуждается Ну минимум 10 лет Да То есть Все еще там прорабатывается Там какие-то новые обоснования Так все деньги не распилили Ну понимаете А тут 4 месяца За 4 месяца Проработали вот со всеми инстанциями какие-то вопросы И за один год уже построили дома Запустили перепроектирование Запустили в производство эти новые панели Но для современного человека это кажется какой-то фантастикой Вот как вы это делали? Ну я думаю, что вы несколько упростили как бы эту схему Потому что работа продолжалась все эти годы, что мы там были Но 4 месяца решила о том, чтобы организовать, настроить, что делать Решить, как делать и кому делать Делали это длительный срок Но все-таки первый дом появился Но все-таки первый дом, во-первых, мы начали строить Мы начали строить его весной 81-го года А в декабре? Это не мы начали, а генподрядчик начал Он начал забивать сваи Ну то есть все-таки с марта постановление ЦК КПСС Со Совета Министров Советского Союза До апреля прошел год всего лишь Если так говорить, то в принципе так, да И значит и мы, этот первый объект, он назывался у нас 02-жилой дом Это пятисекционный девятиэтажный жилой дом Сколько квартир? Квартир там получалось так 180 Сейчас 180 Да, 180 квартир 180 квартир было, да И значит, и вот мы начали его строить в конце мая В начале июня В начале июня И мы его закончили для сдачи госкомиссии Хотя, честно говоря, с большими недоделками Мы его закончили к концу 81-го года Ого Да? И на Новый год они Мороз подморозил Дело в том, что уже там Ну минусы, конечно, конкретные Петр Иванович Разморозили радиаторы Петр Иванович, можно я вот эту деталь расскажу сам? Потому что это было необыкновенно сложно То есть котельная была уже в поселке к тому времени Которые вы могли подключить этот дом? Параллельно генподрядчик построил котельную Параллельно построил трансформаторные подстанции То есть там была электроэнергия и тепло И канализация, очистные сооружения там тоже сделали Временные, в общем-то, на тот период Так что там все это к этому времени было И вот, значит, состоялась комиссия И комиссия закрыла глаза с учетом того, что это первый дом Ну да В таких сложнейших условиях строился А трапортовать надо было Да, в общем, они приняли с недоделками этот дом, да? Приняли, и мы тут, Новый год, мы тут уже собрались встречать За столом сидим И вдруг поступает сигнал о том, что дом размораживается Трансформаторная подстанция Лопут Выбила В общем, трансформатор вышел из строя Электроэнергии нет Тепла нет А на улице минус сколько? А на улице тогда было минус 51 О, какая прелесть Я это прекрасно помню, потому что я сам был Вот этим первым участником этого всего Потому что я тут же сел на Урал Машину К счастью, у меня были такие Такая одежда, что я Не замерз Не замерз, да? И вспоминаю до сих пор Как я садился туда с огромным трудом Забирался на этот Урал И ехали мы туда Когда мы приехали туда Мы сразу поняли Ну, люди тоже, людей взяли Мы сразу поняли, что нам надо срочно Опорожнять систему отопления И пока мы опорожняли Мы все не могли Это пять секций Представляете, сколько радиаторов Сколько стояков Какая разводка Это 125 метров по длине только, да? Значит, и начали выпускать воду Мы не успевали бесспорно И радиаторы, и трубы Как сухари трещали Просто вот все то, что было сделано Все вот так, да? Тем не менее, мы работали тогда там целую ночь Утром где-то Да не утром К обеду мы приехали Назад в свои места, где мы жили там, да? И, значит, потом буквально Ну, отдохнув пару часов Мы снова поехали туда И снова начали все это делать Вот таким образом Произошла сдача первого дома Ну, закончилось-то все благополучно, удалось? Закончилось все, потому что Потом работали Это надо было поменять радиаторы Надо было прежде всего их достать Иметь То есть Нам генподрядчик И министерство, которое ведало этим генподрядчиком В этом деле очень сильно помогло Значит, и трубы То же самое И, в общем, мы Закончили приблизительно где-то так Если учесть все до конца То где-то в апреле-май месяце Тут пришел интересный вопрос Значит, Путин три раза приезжал в Иркутскую область Решать проблему затопления поселков И до сих пор ничего не сделано За какой срок вы смогли бы справиться Со строительством жилья для пострадавших? Ну, это надо было быть в другой стране Да Ну, отвечай за Путин Я думаю Да Чтобы Путин Сказал Я считаю, что, конечно, поведение Путина Исходя из того, что мы видели Исходя из того, что мы видели Значит, действительно заслуживает уважения и все прочее Да Но не заслуживает уважения людей, которые выполняют это поручение Да Не заслуживает однозначно Потому что я много слышал там Всяких разных нареканий в этом плане Да И на губернаторов И на всех других исполнителей В этом смысле Думаю, что Путину надо было бы жестче Куда жестче там Ну, хорошо А вот как в вашей командировке Вообще была устроена Так сказать, вертикаль власти То есть, я понимаю, что Это был, ну, как бы Большой проект государственного значения Понятно, что у него, наверное, какой-то был приоритет Вот те же там радиаторы достать Или еще что-то В системе, так сказать, планового хозяйства Где, ну, более-менее все расписано И лишнего ничего нет Но Была и какая-то дисциплина Ну, то есть, вот Сейчас модно говорить о том Что там, значит Советские люди жили в страхе Там под дулом пистолета работали Там Колыма родина нашего страха И так далее Вот Вас-то что удерживало Что вас мотивировало Что, ну, как бы Позволяло вам Вот эти качественные критерии Выдерживать Эти сроки безумные Ну, вот С нашей точки зрения Очень Сжатые сроки строительства Ну, вы знаете Во-первых, дисциплина была Та же, наверное, что и здесь По Латвии Когда мы работали, да Мы работали же не на пустом месте И не вдруг Откуда-то с Луны свалились У нас был определенный опыт Строительства Устиненко Первый начальник ПМК, да Он унес очень большой вклад В создание этой организации И имя отчества Владимир Георгиевич Очень большой вклад внес Просто огромный вклад, я бы сказал Да В создание ПМК Он был человек очень Ну, толковый Грамотный Пробивной Самое главное Что в этой ситуации Значит, да Могу напомнить Что при Министерстве Была создана оперативная группа Вот он как раз В Министерстве строительства Латвийской ССР Латвийской ССР, да И он как раз и возглавлял Эту оперативную группу То есть тут он шел напролом Там, где касалось Что надо что-то сделать, да И любых министерств Любых ведомств Которые с этим были завязаны Так что Это это раз Во-вторых Ну, как-то наша Совесть И вообще Воспитание Что мы должны были Сделать это Понимаете Поэтому Я еще добавлю Что Вне всякого сомнения Определенное чувство Патриотизма Даже патриотизма Я сказал бы Такого местного Вот мы из Латвии Мы делаем И так далее И вот яркий пример Парторг Этой ПМК-177 Написал стихотворение О нем Приблизительно Сказано О мотивировке Необозримый край болот До сосна чахла И на горках Стрекочет в небе Вертолет Спешит доставить Груз на стройку Плывут Плывут на запад Облака Стучит ритмично Дизель-молот Растут дома И на века Пускает в корни Новый город Встает на свае Без чудес Чудес на стройке Не бывает Родная Латвия Мы здесь Тебя Сегодня Прославляем Тебя в сердцах Своих Храним И быть Не может Ведь Иначе И скоро Город Коголым На картах Будет Обозначен Пожалуйста То есть Его ж никто Не заставлял Там Ни гонорар Не платил Вот он взял Написал Про гонорары Спрашивают Слушатели Какая зарплата была Работников И какая зарплата Была у вас Ну вот Была ли она выше Чем в среднем Там по стране А северные же там платили Там платили северные Да Значит Оклад У нас С начальником Было 250 Плюс северные Это где-то 420 Рублей 420 рублей Да Значит У прорабов У старших прорабов Было Не 250 А 200 У старших прорабов Да У прорабов Было 200 190 Вот И так далее Ну а рабочие Как зарабатывали Потому что Это все-таки Было по нарядам И у них Заработок был Сдельный Ну сколько мог Рабочий получить В месяц 500 рублей 600 А хоть и 500 Если он зарабатывал Могу вам сказать Что за всю Свою жизнь Я никогда Не резал наряды Я только Более тщательно Проверял Там где высокая зарплата Просто Более тщательно Если там было доказано Что эта зарплата Заработана Никаких вопросов Не было Если я доказывал Что она Увы То Приписки Случались Да Люди Завышали себе Выработку Чтобы получить побольше Ну а насчет людей Мотивы какие Что людьми Руководила Да Ведь Не секрет Что в исполнении Вот этих постановлений Которые были Значит Правительство Министерство И Трест Приняли соответствующие меры То есть Установили определенные льготы Это Получение жилья После проработки Двух лет Да Значит Вне очереди Вне очереди Совершенно верно Вне очереди Жилья И покупка машины Тоже вне очереди Значит Если ты отработал При определенных Ну хороших условиях То есть Если ты себя показал хорошо Без всяких Так что это Но я бы хотел сказать Что там были разные люди Кто-то ехал за этим Потому что Это тоже не секрет Что надо было получить квартиру Надо было Это все нормально Квартиру давали бесплатно Да Напомним Конечно Другие приезжали туда Просто Чтобы Так сказать Решить вопрос И Чисто меркантильный Свой Личный Да И в то же время Что называется За туманом Да То есть романтика присутствовала Романтика присутствовала Вне всяких сомнений И таких Я бы сказал Было очень много Да Но были такие Которым было Вообще Наплевать на это дело И они приезжали туда Чтобы Вот это сделать И так далее Более того Народ был Очень Разношерстный Очень разношерстный И люди были такие Которые Ну вот видите О забастовках говорят Да Забастовка действительно была Такая Да Но этой забастовки Можно было избежать Абсолютно Вот я сейчас Прошло столько времени Да Если бы эти люди Вышли как-то так И начали обсуждать Начали говорить По нормальному То там бы не было Разговора Об этой забастовке Но цель была Именно устроить забастовку Показать Что вот мы Что вот тут Если чего То мы можем Сегодня снять И начальника Мы можем сегодня И главного Меженера снять И любого Который сегодня Не угоден Ну вы знаете Для рабочего коллектива Ведь не всегда Требовательные Жесткие порой Руководители Не всегда Так сказать Ну Относятся к ним С уважением Да То есть по-разному И я думаю Что люди Которые Вот тогда Бастовали Во многом Они были правы Нет вопросов Что там действительно Надо было подходить Иначе И мы учились Тоже на этом деле Потому что Ну а в чем был Причина Повод этой забастовки В чем был Ну вот видите Вам сказали о том Что наряды срезал Но там же не только Это было Там было Ужасные условия Вы знаете Когда я приехал туда Я приехал в конце Октября То вот А уже Начались Заморозки Не заморозки Морозы Начались Да То у людей Ну снег падает В середине От тебя обычно То у людей К подушкам Примязали волосы Понимаете Люди жили В очень тяжелых условиях Сомнений нет Да И поэтому Мы не всех могли Обеспечить сразу И теплой одеждой Достаточно теплой одеждой Нужным инструментом Которые есть Ну вот если вам сказать Что при такой температуре Как минус 51 Или 50 Минус 51 Это был один Единственный случай А так у нас Как правило держалась температура 35-40 Больше 40-43 Да Это стабильно держалось Но там гаечные ключи Ломались Как стекло Ломались просто Как сухари Понимаете Поэтому Там было Там было Очень много Неудобств Вдали от семьи Без Соцкульпт Быта Который там К чего должен быть У людей Ничего не было Это Да Вот видите Мы баню строили Мы баню То есть Когда начали Сделать Мы баню Построили Где-то Во втором квартале 81-го года Вот когда Камни привозили туда Да Но мы построили ее Мы построили Значит Ангар В котором сделали Концертный зал Да Там мы проводили Собрания И совещания И концерты И потом начали Даже кино показывать Да У нас была Вначале летняя площадка Спортивная Потом сделали ее Тоже Закрытым ангаром Да Значит Затем Это клуб у нас был То о чем я говорил Да Самый популярный В поселке Да Затем Столовые построили Ну да Прежде всего Начну даже с другого Жилые дома Это пестовские дома Двух Квартирные домики Деревянные Мы их тоже Пока Генподрядчик развивал Там свою Свои дела По строительству Цоколя Не цоколя А Фундамент Закладки фундаментов Да Ростверка И Забивки свай Мы построили В это время Пестовские дома Где жили люди Семейные Где жили тогда И общежития Для рабочих Которые Были одиночки Тогда То есть Там была масса проблем Прирельсовый склад Всякие разные Эти самые То есть Это все надо было Сделать С нуля Объективно Были условия Так сказать Для того Чтобы Очень тяжелые И были условия Для того Для недовольства Для недовольства Но я считаю Что не было условий Для того Чтобы бастовать Хорошо А какой это был год? Это был 81 год Из-за бастовка? Да И никто не был расстрелян? Нет Ну что вы Ну у нас же так Представляешь В Советском Союзе Там чуть что Расстрел У нас не было ничего Ну я вам скажу Что тогда Руководителю Было очень трудно Работать Очень трудно Любая промашка Любая это самое Да Ставилась во главу И на основании этого Делался вывод Заменить То есть Диктат рабочего класса Чувствовался Диктат рабочего класса Чувствовался Это я на собственной шкуре Это ощущал Так что Чтобы мне сейчас Не говорили по вопросам Или по воспоминаниям Я вам скажу вот так Роман Иванович Ну вот Диктат рабочего класса Блин Минус 40 Так стабильно Семья где-то Неизвестно как И вы там Один Ну и плюнули бы И уехали Почему не сделали так? Ой Во-первых Сдаваться никогда не привык Это раз Во-вторых Не чувствовал за собой Такой вины Чтоб сегодня взять И это самое Я знал что Все это приходящее Что так в итоге И получилось Понимаете Ну вот Мы говорим о тяжелых условиях Но Вопрос даже Потом дошел Чуть позже Когда мы уже обосновались Когда мы уже стали нормально работать Дошло до того Что мы На 8 марта Самолетом Привозили Молочные продукты Молоко Творог Все прочее Из Латвии Из Латвии Я не говорю Я не говорю что Магазин наш Был полностью Обеспечен Из Латвии Продуктами Питания Всеми продуктами Начиная от хлеба И кончая Хлеб правда Мы там на месте Тоже брали Так да Но абсолютно Всеми продуктами Мы там были Могу Казусный Такой случай Привести В пример Значит Был вагон Где-то Воры Забрались В этот вагон Растормошили Его И потом Смотрим В поселке Собаки Таскают колбасу Советскую Майкопскую Если вы помните Да Была такая колбаса Самая лучшая колбаса В Латвии Значит Они таскали так То есть Понимаете Как вот было Да Воровали Взламывали И так далее Да Но мы еще Например На 8 марта Привозили Цветы Женщинам Свежие Цветы И мы всегда Но это уже Самолетами Наверное Везли Конечно Самолетами Грузовыми Да Ил 76 Нет Нет Не грузовыми Такими самолетами Пассажирскими самолетами Да Там еще и люди летели И так далее Ну и вот На 8 марта Мы всегда обходили Наших женщин Поздравляли их Конечно Было необычно А много женщин было А? А много женщин было Женщин было много Маляры Штукатуры Значит Это все были женщины Конечно Да Ребята С ним же жена Тоже жила Определенное время И у него дети Так что Неопределенное время Там была жена Все время Только в начале Пока устроились Декабристка такая Поехала Споследовала за вами В Сибирь Ну если честно говоря Это была ее идея Вообще ее идея Она была из Томска Сама Значит Ну и в общем Ее идея Поближе Как-то так То есть Ее морозы не пугали А какой национальный состав был? Национальный состав был Разный Я бы сказал так Ну во-первых Латыши Русские Белорусы Евреи Ингуши Потом Украинцы Ой Дай бог памяти И много-много других Ну в общем интернационал И много Украинцев было Даже Называли не Ямало-Ненецкий А Ямало-Донецкий Не Ханта-Мансийский А Хохла-Мансийский Между собой Так что Вот И я хочу Заканчивается Насколько я понимаю Передача Я хочу все-таки Подсказать Нашим Слушателям Не подсказывайте Мы на следующий раз Их спросим Нет А так они За это время Они смогут Проверить Ну и хорошо Пускай проверяют Нет Ну не подсказывайте Не подсказывайте Петр Иванович Не надо интригу открывать Хорошо Эту интригу Они могут найти В каждом городе Хорошо Значит Сегодня мы сумели Только рассказать О том Как в городе Когалыме Который Строил Весь Советский Союз И в этом участвовала Латвийская Советско-Социалистическая Республика Появился первый Девятиэтажный дом Совершенно похожий На такие же Аналогичные дома В Риге Но утепленный Специально разработанный Под северные морозы До минус 51 градуса И делала это Латвийская Строительная организация ПМК-177 И сегодня у нас в эфире Был ее руководитель Роман Иванович Голич И журналист И писатель Петр Иванович Антруб Который побывал На этой стройке И выпустил По мотивам Этой поездки Книгу Они строители И я надеюсь Что на следующий Раз В следующую пятницу Мы снова встретимся И продолжим Рассказ о том Как жили эти строители И все-таки Что же общего Между Латвией И Сергеем Собяниным Мэром Москвы Продолжение следует...